Потому что я показал тебе обманное движение, ты опустила, а прилетит сюда. Лучше пропустить удар по туловищу, чем по подворотку. Не надо перескакивать, не надо вот эти циркули делать. Это совсем другая технология и из другой оперы. Здесь достает на дальний, шаг по шаг, муху гоняет, а здесь хоп! Ему надо или головой залазить сюда, или сближаться. Он стоит, стоит, потом вот это сделает. Вот в этот момент его прямо тут же стреляет в него. Раньше, на заре советского бокса и прочего, значит, тренеры были однонаправленного. Что надо в своей стойке, только не надо переворачиваться и так далее. Но после того, как Виктор Иванович Шагуренков, наш удающийся тренер, написал очень хорошую книгу, которая вышла в 59-м году. В 1959 году прошлого века. Виктор Иванович Шагуренков. Левша в боксе. И научно доказал, у него кандидатская диссертация на эту тему, об особенностях левшей с точки зрения инновации, быстроты реакции и так далее. И практически показал, что вот этот переворот в разные стойки, в разные стойки, он целесообразен и для вот этого вот, и для тактического арсенала, который протекает у боксера. И, как бы, с точки зрения физиологии совершенно оправдан. Сейчас бокс настолько продвинулся, что боксер однобойкий не может выиграть. Все равно хочет, не хочет, в любой ситуации, если я ударил, я боксер левосторонней стойки, я ударился вправо. Я, видите, я условно оказался в противоположной стойке. Если я согнул руку, то это у меня правосторонняя стойка. Но для того, чтобы мне не оказаться в положении, чтобы мне в ответной форме не получить удар, мы можем перешагнуть, зашагнуть и остаться на долю мгновения в противоположной стойке. И продолжить свое действие уже в тактическом арсенале, в атаке, контратаке и в противоположной стойке. А вот теперь мы сейчас делаем очень сложное движение. Переворачиваем ее в противоположную стойку. Галяй муху. И потом... Да, 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 да. Вот с ногой разберись, да, с ногой. Вот видите, сразу у нее навык стоп-стоп-стоп. Вот, она уже удалила, а потом начинает себя подправлять. Разворот происходит ровно настолько, и поднимать не надо сильно. А буквально 5-8 сантиметров вот это движение. Отталкивающее разгибание оно происходит, а не вот это вот движение. И нога не остается там. Вот видите, сейчас у нее этот навык, он опять возвращается в старый неправильный навык. Так, в исходное положение встань. Мы должны падать как по рельсам. И как по рельсам двигаться. И вперед, и вправо, и влево. Все время сохраняя вот этот баланс. И в нужный момент мы взрываемся. Надя, начиная движение, опять уходит ближе на одну линию, заужает свои возможности с точки зрения ног. Передняя нога должна свободно пройти по прямой, не зацепившись за пятку. Рашид, дай мне палку вот там деревянную, сюда. Да-да-да, вот эту дай, пожалуйста. Вот, чтобы было понятно. Вот. У одного угол такой, у другого такой. Но не такой. Поэтому во всех вариантах вы должны сделать это. Если вы не умеете сделать это и вот это, буквы А в алфавите работы ног у вас не получается. Вот, стоят ноги. Вот я сейчас встану неправильно. Мне палочка мешает. Я встану неправильно. Вот обратите внимание к вам. На одной линии. Что я тут в данной ситуации делаю? Зацепился за собственную ногу. Сюда я уже не сделаю движения. И туда я не сделаю. Я все время оказываюсь в положении неустойчивого равновесия и оказываюсь уязвимым для противника. Да, пусть так, да. Я тогда тут подтягиваю. Пробуй. Да. Давай. Вот. Давай. Хорошо. Ага. Так, хорошо. Поверни другую стоечку. Так. Давай так. Нашу погонялочку. Давай. Локоть где? Тулышка закрывает? Ага. Вот. Назад. Да. Вот, молодец. Надя, даже лучше, чем у тебя получается. Его еще не успели испортить. Теперь Наде усложняем задание. Она опытный боксер уже. Надя должна сделать следующее. Находясь в левосторонней стойке, гоняя муху, выполняя удар. Значит, по моему сигналу она должна перешагнуть, занять фронтальное положение, фронтальное положение для ног и сделать несколько уклонов. А следующим заданием будет переход в противоположную стойку. Почему это важно? Перескакивание из стойки в стойку категорически запрещено. Это ошибка. Это тот самый предсигнал для противника. Я стою боксером в этой стойке, потом вдруг у меня что-то в голове созрело. Раз. Это видно. И в этот момент всегда происходят и пропущенные удары, и нокауты, и нокдауны. Поэтому только за счет ложного, скрытого перешагивания, потому что противник не понимает, он видит вашу верхнюю половину туловища, но он не видит ваших ног. А это в некоторой степени такой отвлекающий манер. Вы можете это сделать, а можете не сделать с переходом в стойку. Поэтому если вы находитесь в левой стойке, потом вам надо поменять, вы сделали это у фронтальной стойки, и потом оказались уже здесь. Вы продолжаете уже в противоположной стойке. То же самое это может быть и на отходе, и в атаке, и так далее. Боксируй в виде по моему хлопку. Будешь уходить в положение фронтальной стойки, делать два уклона и переворачиваться в противоположную стойку. Еще, еще, давай. Пусть так. С движением вперед. Я на тебя, знаешь, на отходе. Давай, я выполняю удары. С ударами. Не вот это, а вот это полностью разворот. Вот, да. Может, должен до положения противоположной стойки развернуться. Тогда ты в акцент попадешь. А если... Поставь руку. Если ты этой достала, а этой... Это средняя дистанция, поэтому тоже характерная ошибка у боксеров. Вот, здесь достает на дальний, шаг по шаг, муху гоняет. А здесь, хоп, ему надо или головой залазить сюда, или сближаться, что тоже есть хорошо. Поэтому у нас постоянно верхний плечевой пояс должен фактически делать смену боевой стойки. То левосторонняя, правосторонняя стойка, то левосторонняя стойка. Не вот это вот, вот это царапание, а вот это вот. Тогда можно сделать за шаги, вышагивание, перешагивание в любой стойке, в которой человек окажется на ринге. Ну, давай, давай, давай. Не перепрыгиваем и стойку в стойку. Я говорил, и Надю поправлял. Не перепрыгиваем и стойку в стойку. Это не делается, а именно перешагивание. Ты в этой стойке пробил комбинацию, потом опять ложным движением его успокаиваешь и неожиданно с другой стороны. А вот смотрите, вот он делает на челноке, то есть ему нужно на какой-то момент перестать делать челнок, чтобы стойку перенести? Ну, конечно, он же здесь перешагивание должен сделать. Я же маленький нюанс. Давай. Во фронтальную стоечку встань. И вот здесь, в эту фронтальную стоечку, сделай несколько уклончиков. Уклончиков вправо, с ногами, с небольшими перешагиваниями. И вот в этот момент, в этот момент ты переворачиваешься в противоположную стоечку. Понял, да? Не надо перескакивать. Не надо вот эти циркуль делать. Это совсем другая технология из другой оперы. Ты начал с левосторонней стоечки, выполнил основной удар, вернулся в исходное положение и начинаешь запутывать мозги противнику. Хоп сюда, хоп сюда, хоп сюда. А может быть я и не буду переворачиваться в другую стойку, я опять буду продолжать. Но сейчас задание тебе такое. Сделал, сделал и в момент этого уклончика, на который сконцентрировано внимание твоего противника. Ты сделал перешагивание. И противник, например, уходит. Тогда ты делаешь в атаке. Или противник идет на тебя. Ты делаешь на отходе. Понятно? Так, вот, хорошо. Еще раз. Вот, только несколько раз сделал. Сделал несколько раз. Там вот даже такими небольшими приставными шагами. Вправо-влево, вправо-влево. Ага, давай. Вот, и продолжай. Вот маленькая модель того, как вот здесь вот наше взаимодействие происходит на уровне нервных, как бы взаимодействия нервной системы. Значит, эти упражнения базовые, они должны выполняться при обучении в начальной школе постоянно. Поэтому, приходя в зал на тренировку, это спортсмен опытный такой, может самостоятельно работать. Так же, как вот пробочки в руках, кулаки сжатые, двигаться вправо-влево, зашагнул-перешагнул. Навыки ногами должен показывать тренер квалифицированного. Это и зашагивание, и вышагивание, и что это такое? Элементы ходьбы. Когда мы... Что такое ходьба? Вот мы лево-право идем. То же самое, вот я вправо-влево, потом быстрое движение вперед. Вот сейчас Надя будет это делать. Значит, в фазе фронтальной стойки, ты когда это сделаешь, и ты потом быстро-быстро-быстро делаешь атакующие удары. 5-6 ударов вперед. Два вверх, два снижу, два сбоку. Под разъеменную ногу? Да, да, удары под разъеменную ногу, да. Это один из видов передвижения в боксе, который в данной ситуации мы совместили с твоей ударной техникой. Давай, начинай. Левосторонняя стоечка делай. Потом. Вот. Вот. Прописывается опять та же самая ошибка. Она стояла нормально. Раз-два хорошо. А потом. Значит, ноги заужай. Давай, еще раз. Пусть так, да. Хорошо. Мы так не стоим. И так мы не стоим. Мы стоим ноги параллельно. Шаг, вышагивание. Подшаг, перешагивание. Представной шаг. Представной шаг. Вышагивание. Перешагивание. Ходьба. Понял, да? Да, да. Вот. Пружинища на месте. Вот постарайтесь, чтобы ноги были, ступни были параллельно во всех ногах. Не надо их вот так вот вставить, когда ты переходишь из стойки в стойку. Ты будешь запинаться в собственных ногах. Давай. Давай, двигайся. Ага. Раз-два. Фронтальная стоечка. Не перескакивай еще. Займи фронтальную стоечку. Ступни параллельно. Вот. Не так, а вот так вот, да? Параллельно ступни. И сделай с переносом веса тела на левую, на правую ногу уклончики. Вот. 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 И в момент этих переходов уклончиков и перешагиваний перейди в другую стойку. Оказался ты в нормальную, когда повернулся в этой стойке? Продолжай атаку так, да? Понял, да? Ага. Да. Уклончики, 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 уклончики. Здесь на месте пока уклончики, да? Да. И небольшие смещения. И перешел в другую стойку. Да. Ага. Ага. Сейчас то же самое на отходе. Назад. Ты делаешь тоже уклончики, потом вот это, вот это с выходом. С выходом. Последний удар на выход уже. Давай. А когда я отключаю, вы подали мне сигнал. Ты с любой руки идешь назад, удар уже под одноименную ногу получается, да? Под одноименную ногу, и там 4, 5, 6 ударов, а последний на выходе. Или такой. Или такой. Ну, как бы. Поняла, да? Ты двигаешься назад, удары встречные, противник в гроге, и ты завершающий удар. Такой, ладно? Давай попробуем. Давай, двигайся. Вот, ну, это понятно. Сейчас у нее знания и некоторые умения. Автоматизма нету. Поэтому еще сбивает ее старый навык. Но надо это пробовать, давай. Вот, хорошо. Уже последний акцент жесткая. Не это, а жесткая. Ты должна в эту жесткую цепь. Это твой последний, заключительный акцентирный удар. Понятно? На отходе. Фронтальная ножки, 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 ножки. Пока так, за счет переноса веса тела. Еще раз. Давай. Вот, 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 ножки поуже. Немножко, видишь, они у тебя разошли, да? Уклончики. Так, теперь... Еще больше носочки внутрь заверну. В момент перехода... Да, вот так хорошо. В момент перехода уже поворачивайся в эту стоечку. Давай. И тоже. Раз-два. И раз-два. И я иду на тебя. Вот теперь ты. Вот, вот, вот. Вот, красавец. Молодец. Делай два теперь, заключительных. В эту сторону и перешаги в эту сторону. Давай. Пусть так, да, хорошо. Давай. Молодец. То же самое вперед. Ты делаешь, делаешь, потом пошла вперед. Вперед. И потом с выхода. Там зашагивание, а тут вышагивание. Сделаешь боковыми ударами в эту сторону. Это тоже связка для ног. Для ног. Для того, чтобы вот расширить этот технический арсенал ногами. Давай. Хорошо. Давай. Ну, естественно, это еще пока медленные движения, но они будут... Ну, ничего, ничего. Хорошо. Значит, это ты делал по противнику, который на тебя. Со страшной силой, да? А теперь противник убегает. И ты должен будешь его догонять. Но чтобы не запутаться в собственных ногах, шагай. 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 Немножечко в сторону. Понял, да? Вот давай, сейчас просто шаги попробуй оттуда подразумевать. Так, секундочку. Вот смотри, что ты сделал. Расширил ноги. А зачем? У тебя есть ширина плеч. И ты должен с этой ширины плеч... Ты с этой ширины плеч... Ду-ду. Если ты расширишь, у тебя акцента не будет. Ты сосредоточена, сконцентрирована. Если надо в этой комбинации моторной сделать еще более акцентированный удар, то ты... Да, да, да. Вышагнуть надо. Здесь, когда мы нас заделываем, мы зашагиваем. А если вы шагиваем... Вот я... Ты от меня далеко, я тебя догоняю. И потом... Да! Или там в другую сторону, да? Да, 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 да. Да! Еще больше акцентированно. Если я на отходе делаю... Раз, два, три, потом... Вот это вот. Тык! За счет... О, красавец, красавец. Вот это очень хорошо. Локоток сзади. Так, фронтальная. Да, продолжай здесь. Ну, и догоняйся. Вот так. Постарайся не расширять ноги. Да? На ширине плеч. Давай в другую сторону. Да, отсюда начинаешь, то и заканчиваешь. Угу. Угу. Ну. Давай, давай, давай. Молодец. Да, бери, бери пробки. Пробки. Значит, по поводу пробок для всех. Не поймите меня превратно. Я не рекламирую итальянские вина. Но пробочки вот эти пробковые. Из-под любого нашего, краснодарского. Любого. Очень удобные. Вот карандашики говорят еще. Или карандашики можно взять еще. Ну, карандаши надо, потом они пачкать будут. У нас пробок везде, море, как говорится. Можно взять из-под вот этих вот пепси-колу. Но у них такая вот шершавая поверхность. И потом она корится. Вот из многолетнего опыта я нашел вот такое применение. Она просто дает состояние, скажем, тонуса мышечного, сжатого кулака. Потому что, обратите внимание, делают даже очень опытные боксеры. Ребят, поделки по стене. И вот они начинают. Ну, у нас не бьют так. А потом, это здесь, а потом вышел на ринг. О, да еще перчаток. Ой, руку разбил, у меня там проблема. А что ты эту руку разбил-то? Потому что руки не сжимаешь, тебя не научили. Вот если меня вкрыли советов в далекие 60-е годы. Мой тренер, выдающийся дядя Миша Иткин, учил, Вася, кулачки надо сжимать. Принеси на тренировку копеечки. Мы проходили на тренировку. У меня в одной руке была копеечка, и в другой руке копеечка. Не дай бог я делаю, она укатится. Я ее найду, потому что в вестибюле стоял аппарат газированная вода. После руки так пить хотелось. За копеечку можно было попить воду. А если трешечку еще держал, тогда с сиропом. Вот. И мы их берегли, и руки держали как надо. Надя, ну давай. Я тебя буду мучить немножко. Давай. Двигайся. Все. Значит, делай. Раз, раз, два. Отходи назад. То же самое. Вот. Я иду на тебя. Вот. Вот. Я иду на тебя, делаю уклончики, переворачиваю, противоположу стоечку. А это защита, это я тебе просто напоминаю, что существует. Стоп, стоп. Вот это не делай. Потому что я показал тебе обманное движение, ты опустила. А прилетит сюда. Локти закрывают туловище. У нас здесь брюшной пресс. На полувыдохе. И локти. Лучше пропустить удар по туловищу, чем по подбородку. Согласны? Ну давай. Шевеливай, шевеливай, шевеливай. Чего ты в одной стойке прицепился-то? Давай. Вот, вот. Повернулся. Догоняй меня там с помощью ходьбы. Вот. На отходе тоже самое. Вот. Вот. Ноги даже шевелятся. Вот. 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 И контролирую всю дистанцию все время. Вот. Вот. Переворачивайся. Не стесняйся. Это модельное задание. В бою будешь делать так, как тебе навык твой абсолютный помогает. Да? А здесь это сейчас работа именно в таком плане. Вот. 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 Давай шевелить туда. Переворачивайся, переворачивайся, переворачивайся. Не цепляйся в одну стойку. Вот. Вот. Тебе нужно сейчас ноги раскрутить. Вот сейчас даем вам непосредственно переход из стойки в стойку. Да? На подходе, на отходе. Допустим, когда в ближнюю дистанцию. Вот она входит. Да. Да? То есть через нейтрал получается. То есть она заходит в одной стойке. Понятно. Отработала на нейтрале. Угу. На аппарате стоит. И вышла из другой. Да? Она там уже делает по ситуации. Мы же говорим о соревновательной уже ситуации. Да? Надь, иди сюда. Мы моделируем. Ты стой как модель. Я двигаюсь. Так. Так. Перешагнул. Какая-то подготовка. Муху погонял. Обманул. В этой стойке. В этой стойке. Потимник. Особенно ничего не понимает. Но мои ноги. Вот она стоит. Мне удобнее же. У нее из-за спины начать. Я ее не туда пошел. Под ее удар отсюда. А я вышегнул сюда. И вот тут я уже могу и так, и так. И схватить, и оттолкнуть. И ударить. Или она левша у меня на ринге. Я тоже это, это, это. Вышегнул. И ближняя дистанция, это преимущественно фронтальная дистанция. И она когда-то совершила основные стойки. Немножко шире. Почему? Потому что тут элементы силовой борьбы, как я говорю. Не борьба там, через бедро захватом. А элементы силовой борьбы. Вот ну ты упирайся. Я тебе говорю раз, раз. Да, да, чтобы головой не ударить. Я ее еще придерживаю. Своё плечо засунул. И нахожу положение, где мне удобно. Я почему сказал, что не сюда. Я начну ближняя. Я опустил руки, она мне тоже щелк и прочь. Поэтому удобнее отсюда, чтобы я это делал. Удобнее в эту сторону, чтобы я это делал. А если нет, тогда ты готовишь эту ситуацию. Вышагивание, зашагивание. Поскоки на одном месте. Ходьба. Когда мы перешли под разноименную ногу. Под одноименную ногу. Это все наше передвижение. Они здесь в связке. Если противник, допустим, высокий, а я более, так сказать, низкорослый. То я представленным шагом уже не вперед буду идти, попадая под ее встречные удары. А я буду вот это делать. Я буду вот это делать. Я буду вот это делать. Я буду делать. Так называемый, представленный шаг елочкой. Я и туда, и туда. Но все равно с подкруткой всегда плечами. Потому что если я просто это делаю, я предсигнал посылаю противнику. Он видит, и тоже у меня будет щелкнуть. А если я вот это, вот это, вот это, вот это, зашагнул, получи. Но это очень важно. Ноги на ширине плеч. Передвижение как по рельсам паровоз, как я говорю. Вот. Не на одну линию. А если я научили только вот этому, вот этому, ты можешь делать только два притопа, два прихлопа. В практике получается как? Он стоит, и он поставили в стойку. А передвижение по какой-то причине, или тренер не знает, или не умеет, или что-то. И начинается двигаться, и вот это вот. Особенно часто бывают вообще запрещенные движения. Вот это вот. Когда он стоит, стоит, потом вот это сделал. Вот в этот момент его, прямо тут же стреляют в него. Или вот эти вот циркуль начинают обучать циркулю, который там в профессиональном боксе существует. Ну зачем вот такие сложные вещи, вот это в комбинациях, смотришь в интернете, тренер там оденет на себя этот самый корсет и превращается в мешок. И вот, да, 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 да. Я всегда говорю так. Ну, сколько наблюдал, как Борис Николаевич Греков, царство ему небесное, выдающийся наш тренер, тренировал Сашу Кошкину. Никогда я не видел и не подумал бы, что Борис Николаевич одел бы на себя вот этот вот пояс и сказал, Саш, что-то у тебя по тулу еще плохо проходит, ну-ка дай-ка мне по печени. Ну это просто, не знаю, бред. Ведь эти все пояса и прочее, это сделано для профессионального бокса. Для кого? Когда берут спарринг-партнера, более слабого, и Мухаммед Али лупит этих партнеров по 5-6 человек за тренировку. И чтобы им не так больно было, ну еще и за это дело деньги платят, вот эти все корсеты. А у нас больше рядом. Тренер оденет, не зная броду, полез в воду. Да, да, да. И пузо свое поставляет. И там по нему шарашит. Ну, для чего это? Это значит, это не тренер, а это инструктор-методист. То есть, тренер превращается в мешок. Уважаемые тренеры и господа, очень вас прошу, если вы тренер, вы должны за счет своего мыслительного процесса создавать модели технические, тактические, любые. Не превращайтесь в мешок. Это вам говорит тренер с 50-летним оптом работать. Так, усложняем. Отдай. Молодец. Давай, давай, догоняй. Я ушел, ушел. Вот, вот, со своей дистанции. Вот, догоняй. Вот, пошла назад. Вот, вот, ушел. Вот, вот. И тренер вот тут должен работать своего ученика. Вот так вот, немножко напоминать ему, кто в доме хозяин. Вот. Стойки меняешь. Вот, вот, стойки меняешь. Вот, на тебя иду. Ближней дистанции у тебя нету. У тебя средняя дальняя. Догоняй, догоняй. Не приставным шагом уже. А вот этим. Приставным шагом не догонишь с дальней дистанции. У нас большая ошибка, когда боксирует. Противник резко разорвал дистанцию. И начинаем догонять приставным шагом. Не догонишь. Когда противник резко уходит, то его можно догонять только с помощью элемента ходьбы. Подразумеванную ногу. И то же самое, если быдер на тебя идет. Вот это вот не получается царапание. Только за счет ходьбы. Для этого и существуют такие элементы. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. И следите за нашими обновлениями. Субтитры сделал DimaTorzok